В минувшую пятницу в зале администрации района состоялась очередная сессия Совета народных депутатов Кашхабльского района. В работе сессии принял участие глава района Заур Хамирзов. Народные избранники рассмотрели три вопроса, в том числе исполнение бюджета за 2020 год. С докладом об исполнении главного финансового документа района за прошедший год выступил начальник управления финансов. Аслан Дагужев подробно остановился на формировании доходной части бюджета, структуре и направлениях расходов. Настоящим решением предлагается утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кашхабльского района за 2020 год по доходам в сумме 909 млн 646 315 рублей 41 копеек. По расходам в сумме 919 млн 308 837,97 копеек с превышением расходов над доходами в сумме 9 662 522 рубля 56 копеек. Что касается собственного исполнения дохода, исполнение консортированного бюджета по доходам характеризуется следующими основными показателями. Общий объем доходов, как я уже говорил, 909,6 млн рублей, районный бюджет и бюджеты поселений 272 млн 1 десятая тысяча. Из общего объема доходов консортированного бюджета налоговые и неналоговые доходы 148,5 млн, из которых налоговые и неналоговые доходы района в уровне 93,5 млн, налоговые и неналоговые доходы поселений 54,9 млн, безвозмездные поступления 823,1 млн рублей, в том числе нотации 243,9 млн, из них нотации бюджетным поселений 34,2 млн рублей, субсидии 304 млн, субвенции 264 млн, иные межбюджетные трансферты 10,9 млн, безвозмездные поступления от невозмездных организаций 1,6 млн, возврат целевых остатков, образовавшихся до 1 января, 1 млн 600 тыс. Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов консортированного бюджета являются такие налоги, как налог для доходов физических лиц 27,4%, налоги на самокупный доход 19,6%, арендная плата за землю 13,9%, акцизы на ГСМ 11,6%, земельный налог 9,8%, налога на имущество организации 8,9%, вот эти 6 налогов составляют 91,2% от общего объема налоговых и налоговых доходов, а в сумме это 135,5 млн рублей. С заключением о результатах внешней проверки годового отчета выступила председатель контрольно-счетной палаты района Светлана Ворокова. Предметом проверки являлась бюджетная отчетность пяти администраторов бюджетных средств, представленная в составе форм предусмотренных статью 264 и 1 бюджетного кодекса и приказы Министерства Финансовской Федерации 28 декабря 2010 года 0191-М об утверждении инструкции о порядке составления и представлении годовой квартальной месячной отчетности об исполнении бюджета в бюджетной системе Российской Федерации. Проверка и оценка достоверности показателей бюджетной отчетности проводилась на выборочной основе. Бюджетное назначение отраженной в годовой отчетности всех администраторов бюджетных средств соответствует решению о бюджете на 2020 год. В сводные отчеты исполнения бюджета Минспанного района включены отчеты главных распорядителей и получателей бюджетных средств. Расхождение данных в годовой бюджетной отчетности с данными проекта решения об исполнении бюджета Минспанного района на 2020 год не установлено. По результатам проверки соблюдения требований нормативных правовых актов, регламентирующих сроки, порядок составления и представления годовой бюджетной отчетности в части по представлению правильности заполнения отчетности замечаний нет. В ходе исполнения бюджета муниципального образования Кашкабрский район установлено в порядке принятые изменения и дополнения, необходимость несения которых была обоснована управлением финансовой администрацией муниципального образования Кашкабрский район при принятии их Советом народных депутатов муниципального образования Кашкабрский район. Исходя из вышеизложенного, контрольно-счетная палата муниципального образования Кашхабрский район отмечает, что исполнение районного бюджета в 2020 году в целом соответствует действующему законодательству и может быть принят Советом народного депутата муниципального образования Кашхабрского района. Депутаты также заслужили информацию об исполнении бюджета муниципального образования за первый квартал текущего года. По всем рассмотренным на сессии вопросам вынесены положительные решения.